Заметьте, здесь в первой главе Евангелия от Иоанна говорится, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно, Бог и Слово, оно, было вначале у Бога. Который есть Свет, Который есть Любовь. И теперь мы знаем, Который есть Слово. Все через Него начало быть. Через кого Его? Бога. Кто есть Бог? Свет. Кто есть Свет? Любовь. Кто есть Свет и Жизнь и Любовь? Слово Божье. Теперь это до нас дошло. Это Слово Божье, не так ли? Это делает Его Словом Света. Это делает Его Словом Любви. Это делает Его Словом Жизни. И вера приходит от слышания, от слышания, от Слова Света, Слова Любви, Слова Жизни. Вера приходит. Вера приходит. А кто является автором нашей веры? Иисус. И Слово стало плотью и обитало с нами. И мы видели славу Его. Он есть Слово Божье. Он есть Свет. Он есть Жизнь. Он есть Любовь. У кого в этом творении есть данная Богом способность формировать Слова? У вас. Вы являетесь говорящим Духом, подобно Богу, Который есть Свет, Который есть Любовь, Который есть Слово Божье. Как насчет первой главы послания Иакова? Давайте на минуту ее откроем. Глория утром коснулась вкратце этого. Говорю вам. Глория сегодня утром коснулась вкратце половины Нового Завета. Слава Богу, мне это понравилось. Очень хорошие вещи. Теперь вы понимаете, что я получаю дома. Да, аминь. Прочитайте 22 стих первой главы послания Иакова. Будьте же исполнители Слова. Итак, подождите минутку. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Бог есть Свет. Будьте исполнителями Бога. Что значит быть исполнителем Бога? Джесси Дюплантис поднял сегодня этот вопрос. Исполнитель Бога – это рожденное свыше чада Божье. Чада Слова Божьего. Чада Света. Чада Любви. И как сказано в пятой главе, послание к Ефесянам, подражайте Богу, как чадо возлюбленное. Слово «подражайте» является переводом греческого слова «ми-ми-тес». От него происходит слово «имитатор». От этого греческого слова происходит слово «имитировать». Он говорит «будьте имитаторами Бога», как дети имитируют или подражают своим родителям. Давайте разовьем это утверждение, это откровение. Что, если вы нанимаете инструктора, чтобы он вас чему-то научил? Вот что я вам скажу. Этот Копланд и этот Ник этот Ник и этот Копланд, они просто Копланд просто испортил этого Николаса Райта. Кто-то спросил «Почему? Что он такого сделал? Почему? Они оба пытаются вести себя, как маленькие Иисусы». Мне сказал это один человек. Он думал, что оскорбляет меня. А я начал восклицать от радости. Слава Богу, наконец-то кто-то заметил, что я пытаюсь сделать. Как будто это оскорбление для Бога. То, что я пытаюсь вести себя, как он, это оскорбление. Меня это никогда не оскорбляло. Когда мои дети приходили и... Если Джон приходил и пытался одеваться, как я, вы думаете, это оскорбляло меня? Я не злился и не говорил. «Парень, положите носки обратно в ящик. Они не твои». Нет, нет. Меня это веселило. Посмотрите на него. Это ходит маленький Канет. Что он делал? Он исполнял Бога. Если вы нанимаете инструктора, как вы сможете научиться тому, чему пытается научить вас инструктор, если вы не пытаетесь копировать его? Я нанимал инструктора по катанию на горных лыжах снова, снова и снова. Я просто мог видеть себя съезжающим с этой горы. Смотрится отлично, понимаете? Колени и ноги вместе. И я съезжаю с этой горы. Съезжаю. И там стоит инструктор. Он пытается научить меня этому. И я съезжаю вот так, но в своем разуме я вижу себя съезжающим вот так. И в одной из школ, в которой мы занимались, о, они снимали вас на видео. Я думал, что выглядел довольно неплохо. Я пытался подражать этому инструктору. Я пробовал делать все, что он говорил. Я работал над этим. И потом они включили свою видеозапись. Ничего ужаснее я никогда в своей жизни не видел. Боже мой. И пока шло это видео, все смеялись. Все было бы по-другому, если бы я пытался заставить их смеяться. Я не думал, что в этом было что-то смешное. Я заплатил большие деньги, чтобы пытаться подражать этому инструктору. Но знаете, я наконец стал достаточно прилично кататься. Я могу съехать с горы, не падая и не разбрасывая по всему склону мои палки и шапку. Понимаете? Но каким бы я был глупцом, если бы говорил? Так, я буду смиренным в этом вопросе. Этот человек профессионал. Это может оскорбить его, если я буду пытаться поступать, как он. Мне не нужно быть слишком самонадеянным, чтобы даже думать, что я могу выглядеть так, как этот прекрасный лыжник. Я никогда так не смогу. Что ж, вы правы. Особенно, если вы даже не будете пытаться. Глория научилась кататься прямо как они, просто съезжая красиво с горы. Она красиво проехала мимо, и мне хотелось бросить в нее лыжную палку. Однажды я так разозлился. О, Господь, мне не следовало бы вам об этом рассказывать. Мы только тогда начинали учиться кататься на лыжах. И я не знал, что Джон, Келли и Глория спрятались и наблюдали за мной. Я этого не знал. Я вконец запутался. Я падал и падал. У меня ничего не получалось. В конце концов, я снял лыжи, взял лыжные палки и лыжи и просто бросил их так далеко, как только мог. Развернулся и пошел вверх. Я прошел примерно две трети пути вверх к ресторану и понял, что я наделал. Мне пришлось спуститься обратно и собрать свои вещи. Я подумал, я больше сюда не вернусь. Но я возвращался. Снова, снова, снова и снова. И в конце концов, потратив около 49 тысяч долларов и купив все эти специальные лыжи, которые должны помочь вам хорошо кататься, они не помогли. Что я пытаюсь делать? Я делаю все возможное, чтобы быть похожим на этого инструктора. Мне нравится, как он выглядит. Мне нравится, как он катается на лыжах. Я заплатил ему за то, чтобы он научил меня все это делать. Каким вы будете пилотом, если вы были настолько смиренными, что даже не пытались подражать своему инструктору? О, ну, я не профессионал. Я никогда не смогу так управлять этим самолетом. Я не хочу выставлять вас в плохом свете. Вы не будете управлять моим самолетом. Уходите прямо сейчас, потому что если вы не будете пытаться исполнять то, чему мы вас учим, то вы никогда этого не достигнете. Вы никогда не разовьетесь. Это то, к чему постоянно стремился Иисус. В своей земной жизни Он исполнял Слово Божье. Был исполнителем Слова Божьего. Был исполнителем Света. Был исполнителем Любви Божьей. Аллилуйя. И тем, кто поверил Его Слову, им Он дал власть стать детьми Божьими. И мы были рождены свыше не от тленного семени, но от нетленного Словом Света, Словом Любви, Величественным Словом Силы Небес. Аллилуйя. И Писание говорит, что вы Свет. Когда-то вы были тьма, но теперь вы Свет. Вы Жизнь. Облекитесь в оружие Света. Аминь. Я верю, что сделаю это. Хвала Господу. Аллилуйя. Я уклоняюсь в эту тему, но я просто не могу. Я просто не могу не уклониться в нее. Аллилуйя. Господь однажды сказал мне. Он не просто сказал, Он прокричал мне. Это не был слышимый голос. Кто-то спросил, вы действительно это слышали? Я слышал это каждой клеткой моего существа. Это слышали мои волосы. Это слышала каждая частичка меня. Я слышал это от ног до головы. Я читал в пятой главе Евангелия от Марка о том, как женщина, страдавшая кровотечением, прикоснулась к краю одежды Иисуса. Я читал это. Я изучал тему веры. Я изучал, что она сказала. Я изучал, как она приняла свое исцеление, как она прикоснулась сзади к одежде Иисуса, пробравшись сквозь толпу. Я не знаю, сколько раз я возвращался к этой истории снова, снова и снова в течение нескольких лет. И вот я снова вернулся к этой истории. Я просто отлично проводил время, изучая, как эта женщина приняла свое исцеление. и что она сделала для того, чтобы принять его. Я решил в своем сердце, в своем разуме, я буду делать то же самое. И Господь, в моем духе, Он в буквальном смысле слова повысил на меня свой голос и сказал, «Как долго ты будешь продолжать видеть себя этой больной женщиной? Когда ты, наконец, поднимешься и увидишь себя человеком в этой одежде, человеком с помазанием?» Я ответил, «Сегодня? Сегодня?» Вы помазание Божье. Вы свет Божий. Вы были рождены от слова Божьего, которое живет и пребывает вовек. Вы его сонаследник. Вы священник его священства. Вы кость от кости его. Вы один дух с Господом. Вы сотворенное проявление его слова, его жизни, его света и его славы. Аллилуйя. И его желание, его глубочайшее желание, это чтобы мы объединились в единстве нашей веры и начали верить в эти вещи и поступать на основании их и быть исполнителями Слова Божьего, исполнителями света, исполнителями жизни, исполнителями Бога, исполнителями любви, пока он не сможет поднять нас в меру полного возраста Иисуса и его помазания. И начинают исполняться слова Иисуса. Они исполнятся. Они не могут не исполниться, когда он сказал, «Дела, которые творю я, и вы сотворите, и больше сих сотворите, потому что я к отцу моему иду». Он пошел к отцу? Что ж, пришло время для чего-то великого. Аминь. Когда мы начинаем ходить в этом, и наши уста начинают взывать, «Ава, отче, у меня есть отец». У меня не просто есть Бог. Он не просто Бог для меня. Он для меня отец. Он мой самый близкий друг. Он мой самый близкий брат. У меня с ним гораздо более близкие взаимоотношения, чем даже с Глорией. И у Глории с ним гораздо более близкие взаимоотношения, чем со мной. И мы оба это знаем. И благодаря этому у нас с ней гораздо лучшие близкие взаимоотношения. Мы не просто муж и жена. Мы связаны друг с другом в кровном завете во Христе Иисусе. То, что соединило нас с Иисусом, то же самое соединило и нас с ней. Аллилуйя. И это происходит тогда, когда мы ухватываемся за это слово и начинаем ходить в нем. посмотрите, как он это называет. Будьте же исполнители слова, будьте же исполнители света, будьте же исполнители любви, будьте же исполнители Бога, а не слышатели только обманывающих самих себя. Ибо кто слушает слово, слушает жизнь, свет и любовь, и не исполняет тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и точно забыл, каков он. Но кто вникнет, посмотрите на это, посмотрите. Он говорит о том, чтобы быть исполнителем слова. Посмотрите, как он его называет. «Совершенным законом свободы». «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». И когда Сын освободил вас, тогда вы истинно свободны. Свободны от чего? Потому что закон Духа Жизни в помазании Иисуса освободил меня от закона греха и смерти. Во власти сатаны нет закона, который может меня победить. нет закона, когда тьма может победить свет. Это невозможно. В физическом, в духовном плане это невозможно. Этого не может произойти. Мы рождены от света. Мы рождены от любви. Говорю вам, ненависть никогда не побеждала любовь. Это может произойти только тогда, когда ваша любовь отступает и принимает участие в ненависти. Я только затрону этот вопрос, и мы на этом закончим. О, Господь! Давайте поговорим о слове, обращенном к Адаму. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Никакая творческая созидательная сила не была высвобождена без Него, без слова, без любви, без жизни, без света. Первые слова, которые услышал Адам, были наполнены такой же славой, как и свет будь, потому что Бог сказал, будьте благословлены, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, и владычествуйте над нею. Это было слово Божье. И Писание говорит, что в тот момент Бог увенчал Адама своей славой. О, это было слово для Адама. Не согреши он, не провали он все. На этом бы Библия и была завершена. это было бы все, что Бог должен был сказать. Земля была бы наполнена Эдемским садом, и отсюда мы бы перешли к звездам, и эта вселенная была бы небесным садом, и Бог переехал бы со своего места на землю, которая так бы прекрасно выглядела. Но Адам не был исполнителем слова. Он тронул свою десятину, и Он украл у Бога. Он сорвал плод, который еще было рано срывать, и этот плод был его десятиной. Он ухаживал за этим деревом точно так же, как Он ухаживал за всеми остальными деревьями, и Он должен был принести плод того дерева Богу, и сделай он это, он бы больше не пребывал в неведении в отношении добра и зла, поскольку тогда, когда бы пришло время, этот плод бы созрел, и его можно было бы сорвать. Бог научил бы его разницу между добром и злом, так что ему самому не нужно было бы испытывать это. Но Сатана обманул Адама, увлек эгоистической идеей, и Адам сорвал этот плод зеленым и ел от него. Он ел от того, что ему не принадлежало, это принадлежало Богу. Адам стал вором, и из него вышло проклятие и пришло на землю, и грехом смерть. И каким был следующий шаг Бога? Он когда-либо изменяется? Нет. Он когда-либо перестает быть любовью? Нет. Почему он сразу же не убил Адама? Нет, нет, это не в его стиле. Он уже сказал «Будьте благословлены, плодитесь, размножайтесь, будьте царями земли». И он никогда, никогда не изменяется. Это было его совершенной волей для всех людей на все времена. Это было его волей для этой земли. И он не сдастся до тех пор, пока это не исполнится. Аминь? Он сразу же начал. И каждое слово, записанное с того момента в этой книге, имеет отношение к тем первым словам, сказанным Адаму, с целью вернуть это благословение и вернуть его на его семью. Бог сразу двигаться двигаться ко кресту. И Иисус исполнил это. Аминь. И Иисус воскрес из мертвых, имея власть на небе и на земле. Он стал проклятием за нас, чтобы что? чтобы благословение Авраама через него распространилось на нас. Давайте вернемся к Евангелию от Иоанна. Давайте вернемся к Евангелию от Иоанна. И помните, что мы читали первую главу Бытия. Вначале Бог. И мы говорили о том, что слово Бог, по сути, не является библейским словом. Оно в действительности было переводом определенных библейских имен. Особенно в еврейском языке. Потому что имена Бога очень, очень особенные. И Он открыл некоторые имена по определенным причинам. И мы сейчас не будем углубляться во все это. Но говорю вам, это очень важная тема. Каждому верующему просто необходимо уделить время тому, чтобы изучить имена Бога, поскольку это напрямую влияет на нашу жизнь. Это напрямую влияет на все, что мы делаем. Итак, в начале было Слово и Слово было у Бога и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Слово Божье является транспортным механизмом, который высвобождает силу света. берет какие-то духовные вещи из небесного хранилища и доставляет их, переносит их в ту сферу, где мы можем их использовать, быть благословлены ими, иметь их, прославлять Бога за них, получить их в свои руки в той форме, в которой их можно использовать. Слово Божье является этим механизмом, транспортировкой, именно поэтому в иврите слово, переведенное как вещь, является словом, переведенным как слово, наполненное верой, наполненное славой, наполненное Богом, слова, звук, звук, который становится надеждой, надежда, вера вера есть осуществление тех вещей, на которые мы надеемся. Вы развиваете, формируете мечту из Библии, и Джерри Севел говорил сегодня об этом, и Джесси Дюплантис говорил сегодня об этом, Глория говорит об этом, говоря о постоянстве. Держитесь ее, держитесь, держитесь. Это не то, чтобы Бог медлил, не то, чтобы Слово Божье медлило. Мы вырываемся из когтей ада, узнавая, как это делать. Вы не учитесь тому, как ходить во свете и славе Божьей за полтора часа. Именно поэтому есть такая большая награда, и так много всего в грядущих веках для тех, кто побеждал и ходил в Его славе, ходил в Его жизни, ходил в Его имени, ходил в Его крови, ходил в Его Слове и побеждал все это проклятие естественного мира для того, чтобы это сделать. И мы с вами будем идти по улицам славы в 27 миллионном году. Это был очень хороший год. Мы будем идти по этой улице, и кто-то скажет, «Эй, вы видите их? Вот они, прославленные, они были здесь. Разве тебе не хотелось бы быть одними из них? Только посмотрите, куда бы они ни шли, все просто... они были здесь во время войн. Они были на земле в те ее прежние дни. Они были здесь, когда Господь пришел на землю. И кто-то другой спросит, «Что? В чем здесь дело? я не знаю, но это должно быть удивительно». Извините. Видите вон того? Видите вон того человека? Он идет в окружении 17 тысяч ангелов. Видите его? Видите этот шрам сзади вокруг его шеи? Знаете, что это? Это шрам. Кто-то в прошлом отрубил ему голову. отрубил ему голову? Да, отрубил ему голову. Почему? Потому что он стоял за Слово Господа. И так будет в 240 миллионном году, и так будет всю вечность. Есть что-то в этой привилегии. В этом есть что-то, что просто выходит за рамки нашего представления. Но мы так близки. Говорю вам, труба вот-вот вострубит. Не знаю, иногда я думаю, что уже слышу ее звук, потому что говорю вам, я становлюсь быстрым, я с трудом могу дождаться. Но я понял одно, чем больше мы с вами ходим в этом, чем больше мы изучаем это и размышляем над этим, чем больше мы устремляемся к славе и к свету Божьему, к слову Божьему, к слову света, к слову жизни, к слову любви и к слову славы, к этому слову, и в конце концов, оно настолько глубоко опускается внутрь вас и настолько укореняется внутри вас, я понял, что когда придет время восхищения церкви, когда вострубит труба и раздастся глаз, знаете, чем это будет для нас с вами? Просто еще одним шагом веры. О, да, это не будет чем-то вроде что? Вы полагаете, это оно? О, этот громкий, этот громкий звук? Или нет? Нет, нет, только не для нас. Мы уже ходим в славе, мы уже ходим верой. Просто еще один шаг, и вот раздается звук этой трубы, и вы говорите, что ж, пора. Слава Богу. И мы так близки, мы так близки к этому, именно поэтому мы уже говорим об этом. Слава Богу. Простите меня за то, что меня уносит, но меня вот-вот унесет. Аллилуйя. Итак, давайте обратимся к первому посланию Иоанна. Я хочу поговорить здесь о том, что выйдет нас к очень важной для нас информации. Мы сегодня должны хотя бы начать говорить об этом, и потом в течение недели мы разберем это более подробно. И в первом послании Иоанна я хочу, чтобы вы открыли пятую главу. Так важно, чтобы вы понимали, что этот документ, который вы держите сейчас в руках, позвольте задать вам вопрос, почему никакому ангелу в будущем не сможет сойти с рук то, что сделал Люцифер? Когда Люцифер сделал это, не было никакого закона. единственным законом было не ешь от этого дерева. И все. И он нарушил его. И это никогда, 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 никогда. 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 Не произойдет снова, потому что во веки и во всей вечности эта книга никогда не придет. Она была завершена в центре сражения. Это книга победы. Это книга благословения. И Иисус сказал, что скорее небо и земля придут, нежели одна черта, одна точка над и, одна запятая в этой книге когда-либо, когда-либо придет. любая ангел, любое существо в грядущих веках, у которого когда-либо была идея или мысль о том, чтобы сделать то, что сделал Люцифер, не стойте рядом с ним, когда он подумает об этом, чтобы вместе с ним не потянуло и вас. Ты не будешь, парень, об этом думать. Нет, сэр, нет, сэр, заберите это, заберите это. Нет, я 90 миллионов лет больше не буду об этом думать. Я никогда больше не буду снова об этом думать. Почему? Есть эта книга. Это наша книга. Это наша жизнь. Это жизнь Иисуса. Это жизнь победы над грехом, болезнями, немощами, бесами, смертью и адом. Аллилуйя. Аминь. 5 глава 1 Иоанна. Вы ее открыли? Всякий верующий, что Иисус есть помазанный, от Бога рожден. Бога. 5 много рожден от света. Вы alon? Всякий верующий, что Иисус есть помазанный, рожден от любви. Всякий верующий, что Иисус есть помазанный, рожден от жизни. Вы сейчас со мной? Всякий верующий, что Иисус есть Христос, рожден от слова, и все эти элементы вместе были вложены в ваш дух. В тот момент, когда вы поверили в это и приняли Иисуса как вашего Господа и Спасителя, вы были рождены от Бога, рождены от славы, рождены от жизни, рождены от любви и сострадания. Вы не просто прощенный грешник, спасенный благодатью. Вы не можете быть грешником, спасенным благодатью. Вы были грешником, но вы были спасены благодатью. Но вы были спасены не только благодатью. Вы были спасены Словом Божьим. Вы были спасены славой. Вы были спасены им самим. Аллилуйя. Аминь. Наше представление о рождении свыше поднимается на новый уровень. Говорю вам, это совершенно выходит за рамки религии. Это не имеет никакого отношения к религиозной традиции. Никакого. Скажите мне, пожалуйста, мог ли цвет моей одежды иметь к этому какое-то отношение? Билли Грэмма в первые несколько лет его служения пытались лишить права проповедовать, потому что он имел смелость. Этот молодой выскочка проповедует, используя Библию с красной обложкой. На протяжении не одного года деноминация Уорла Робертса на их конференциях, или как они их там называли, предпринимались попытки лишить Уорла Робертса права проповедовать за то, что он проповедовал о том, что Бог является благим Богом. И кроме того, у него есть все эти деньги. Кроме того, посмотрите на это. Посмотрите на него. Посмотрите на него. И каждый год Уорл Робертс восполнял дефицит средств в их бюджете. Поэтому, видите, насколько глупа религия. Но... Один человек сказал, скажите этой женщине, чтобы она сняла со своего пальца это золотое кольцо, и тогда Бог крестит ее в Духе Святом. Это не имеет к ее пальцу никакого отношения. Вы понимаете, почему наше представление должно быть выше этого? Мы говорим обо всем мире. Аминь. Он зависит от нас. И пришло время наполнить его славой Божьей. Аллилуйя. Меня это приводит в такой восторг. Я с трудом могу проповедовать. Итак, заметьте. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий родившего, Отца, любовь, свет, славу, жизнь, любит и рожденного от Него. Вы верите, что Иисус есть Христос? Вы верите в это? Что ж, согласно Библии, вы рождены от Бога, рождены от Слова Божьего, рождены от Света, рождены от Любви. Вы согласны с этим? Я тоже. Как я могу вас не любить? Вы являетесь всем, чем является мой отец, чем является мой спаситель, и как я могу любить отца и не любить его детей? Для этого мне придется поверить, что вы являетесь каким-то незаконорожденным ребенком. Я не верю, что у моего отца есть какие-то незаконорожденные дети. Большое спасибо. Я должен говорить прямо, вы понимаете? Мне некогда развивать эту тему, поэтому я должен говорить об этом прямо. Я хочу, чтобы вы открыли вместе со мной 30-ю главу книги Второзакония. И пока вы ее открываете, мне нужно дочитать здесь кое-что, как Господь сейчас меня исправил. Четвертый стих. «Всякий, рожденный от Бога, рожденный от Света, рожденный от Любви, рожденный от Слова Божьего, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Нет ничего. Никакой вещи. Я делаю ударение здесь на слове «вещь». Нет никакой вещи. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. В этом мировом порядке нет ничего, никакой вещи, которую бы вера, рожденная от Бога, вера рождена от Бога, вера приходит от слышания, от слышания от чего? От Слова Божьего? А как насчет Слова Света? А как насчет Слова Любви? Как насчет Слова Славы? В этом мировом порядке нет ничего, никакой вещи, которую вера не победила бы. Почему? Она рождена от Бога. Любовь будет побеждать. Почему? Потому что она рождена от Бога. Вы победитель. Почему? Потому что вы рождены от Бога. Вы победитель. Пришло время вам начать побеждать. И зная это, разбирая это, вы помните нашу иллюстрацию? Почему я не буду вас любить? Какое у меня есть оправдание, чтобы нарушать заповедь с любви и не любить вас? Вы являетесь всем, чем является мой отец. О, я вижу. Это одежда, которую вы носите. О, это ваше отношение. Это не имеет к этому никакого отношения. Я говорю о вашем рождении. Я говорю о том, от кого вы рождены. Итак, 30-я глава автора Закония. У нас нет времени многое из нее читать. Мы сделаем это позже. Но, посмотрите на 11-й стих. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не заморим она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но Слово, Слово, скажите это, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было вначале у Бога, и ничто, что было создано, не было создано без Слова. Когда слава, жизнь, свет и любовь, говорила что-то, на то была причина, и это не тщетное, не пустое и небессильное Слово. И когда Он дает определенные заповеди, Он сделал их заповедями для того, чтобы мы могли дисциплинировать наш разум, наш голос, наши действия, даже когда мы ничего не понимаем, или не понимаем ситуации, и могли оставаться внутри славы, оставаться внутри любви, оставаться внутри Слова Божьего, оставаться внутри света, под кровом Всевышнего. Именно поэтому это заповеди. Почему? Если вы соблюдаете их, вам даже не обязательно понимать, почему. Это просто помещает вас в место не только защиты, но благословения, главного благословения. Аминь. И посмотрите, что Он здесь сказал. «Но весьма близко к тебе Слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот, Я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня, любить Господа, Бога твоего, ходить путями Его, и исполнять заповеди Его, и постановления Его, и законы Его. И будешь ты жить, и размножишься, и благословить тебя Господь, Бог твой, на земле, в которую ты идешь». Это мотив Бога. Вот почему Он так это сделал. Не потому, что Он не хотел, чтобы вы весело проводили время. Именно поэтому Он сказал, «Не прелюбодействуйте, не лгите, не жульничайте, не пожелайте, не крадите, почитайте отца своего и мать свою». Там ничего не сказано насчет того, был ли ваш отец хорошим или нет. Там просто сказано «почитать его». Это снимает с вас всякое давление, особенно если он был плохим отцом. Почитайте его. Относитесь к нему так, как будто он был самым лучшим отцом на свете. Почему? Потому что вы рождены от любви. Аминь. Что происходит, когда вы так поступаете? Это хранит вашу систему чистой и делает вас способными принимать и ходить во свете, подобно, как Он во свете. И Его кровь очищает вас от всякого греха. Мы сегодня в этом куда-нибудь продвинулись? И заметьте, что Он сказал в 19 стихе. «Вы свидетели, перед вами призывая сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе благословение и проклятие. Избери жизнь. Вы изберите ее. Это ваш выбор». Бог уже избрал вас. Отец, мы благодарим тебя сегодня. Мы приходим перед твоим словом, ожидая. Это слово света. Это слово жизни. Слово любви. Слово становится. И мы высвобождаем его в нашей жизни. И мы принимаем сегодня откровение с небес. Мы открываем наш разум. Мы открываем наше сердце, чтобы они были наполнены светом, словом и силой Духа Святого. мы воздаем тебе хвалу, честь и всю славу за каждое сказанное слово и за каждое совершенное дело во имя Иисуса. Аминь. Вы можете садиться. И сегодня давайте обратимся к книге Бытия. Откройте 37-ю главу. Иаков жил в земле странствования отца своего в земле Хананской. Итак, был Авраам, Исаак, Иаков. Вот же те Иакова. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими. И читая о том, что здесь произошло, обратите внимание на некоторые вещи. 9 стих. «И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, «Вот я видел еще сон, вот солнце и луна и одиннадцать звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его и сказал ему, «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Какая бы реакция была правильной здесь, если бы они целыми днями не только бы отдыхали и ели? Будь кто-нибудь из них хоть немного смирен по отношению к Богу, обладая кто-нибудь из них хоть каким-то духовным пониманием, и они все слышали. Каждый из них знал, что они были семенем Авраама и по обетованию наследниками. Каждый из них знал это, каждому из них это было сказано, но никто из них никогда об этом не задумывался. Что было бы, если бы они сказали, «Эй, знаете что? Нам не нужно на него злиться. Возможно, Бог пытается что-то сказать нашей семье. Может, нам нужно собраться вместе и провести несколько дней, почитая Бога, и посмотреть, не скажет ли Бог ему еще что-то. Может, Господь пытается достучаться до нас. Может, грядет голод или что-то еще, о чем нам нужно знать. Можно было бы избежать многих серьезных неприятностей, не так ли? Именно это Бог и делал. Он двигался среди них, но без веры ему угодить невозможно. Ничего с этим не сделаешь. Если бы они пришли перед ним и сказали, «Господь, что ты говоришь здесь через нашего младшего брата? Спасибо тебе за то, что ты благословляешь его. Он хороший маленький брат, мы любим его». Может ли так быть, что это особенный ребенок? Может ли так быть, что ты пытаешься что-то сказать всем нам здесь, в этой семье? Что ты нам говоришь? Бог сделал бы следующий шаг. Он начал бы открывать им. И им не пришлось бы отправляться в дом фараона, чтобы потом из него выходить. Аминь. Они могли бы избежать всей этой головной боли, не страдать от этого голода. Следите сейчас за ходом моей мысли. Итак, отец позвал его и послал его к братьям в поле. Они там трудились. И отец послал к ним Иосифа. И Бог сверхъестественным образом привел его к его братьям. У меня сейчас нет времени на этом останавливаться. Это никак не влияет на то, что мы здесь увидим. Но Иосиф нашел их. И они увидели его издалека. И увидели они его. 18 стих. И увидели они его издалека. И прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали... Подчеркните это. И сказали друг другу. Вот, идет сновидец. И когда они это сделали, они неосознанно насмеялись над Богом. Они насмеялись над его пророком. Они насмеялись над тем, кто нес послание завета. И они этого не знали. Но это ничего не меняет. Смотрите дальше. И вы увидите, что еще произошло. Все становится еще хуже, прежде чем станет лучше. Мы убьем его. Они все загорелись. Пойдем теперь и убьем его. И бросим его в какой-нибудь ров. И скажем, что хищный зверь съел его. И увидим, что будет из его снов. И услышался Ерувим. И избавил его от рук их, сказав, не убьем его. Я хочу, чтобы вы здесь кое-что поняли. Главное благословение в действии. Главное благословение в действии. Все, что они пытались сделать, блокировалось, прежде чем они могли это сделать. Главное благословение в действии. И Иосиф ходил в этом благословении. Он отказался нарушать его. Он отказался злиться на них, несмотря на то, что они ему ни одного вежливого слова не говорили. Он не отвечал им тем же. Он мог бы запросто это сделать, когда его отец сказал ему, «Братья твои не пасут ли стада? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему, «Вот я». Отвечая своему отцу, Иосиф сказал, «Вот я, я готов идти. Куда ты хочешь меня послать?» Он запросто мог бы сказать, «После того, как они со мной обращались, я туда не пойду, мне все равно, если это кучка язычников, умрет с голода, пусть умирает». В таком случае он бы уподобился им. И главное благословение сразу же остановилось бы. И именно это сатана и пытался сделать. Именно это он всегда и пытается сделать. Через Христа Иисуса благословение Авраама распространилось на вас. И до тех пор, пока вы ходите в любви, оно здесь, и оно работает. Не важно, что пытается делать дьявол, и не важно, что пытаются делать ваши родственники. Не важно, какими словами обзывает вас самый ужасный фанатик. Грязный, поганый, отвратительный, глупец. Бла-бла-бла-бла. Это его проблема. Он не благословлен, он проклят. А как насчет вас? Если вы уподобитесь ему, то тогда это станет вашей проблемой. И это благословение сразу же остановится. Давайте вернемся к 22 стиху. И сказал им Рувим, «Не проливайте крови, бросьте его в ров». И 23 стих. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем. Они ничего ему не сказали. Они не сказали, «Ей, Иосиф, как дела?» Просто подошли к нему, сняли с него одежду, просто начали раздевать его. Знаете, должен признать, если бы кучка моих родственников начала делать это со мной, то им бы мало не показалось. Может быть, у них что-то бы и получилось, но я бы прихватил с собой некоторых из них. Если бы я это сделал, я бы оказался в той же самой неразберихе, что и они. И на мне бы тоже это благословение не работало. Но посмотрите на его отношения. 23 стих. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб. И взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван из мыльтян. И верблюды их несут, стераксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет. Интересно, почему там вдруг появился караван? Вам нужно понять то, что позже было записано в Слове Божьем. Бог через Моисея сказал, «Бог дал вам силу приобретать богатство». Та сила – это проявление Его Слова, названное главным благословением. Это то, что Бог провозгласил над Адамом. Оно через завет сошло на Авраама. И теперь оно было на той семье. И это благословение работало. Это благословение работало до тех пор, пока Иосиф не нарушал его. Оно работало постоянно. Оно работает 24 часа в сутки, и оно делает все возможное, чтобы создавать для вас Эдемский сад, потому что оно на вас, и оно в вашей жизни. И именно это и было его первоначальным предназначением – плодиться, размножаться и наполнять землю Эдемским садом. И оно работало. Именно это благословение под Божьим руководством и силой подняло этот караван и заставило его тронуться в путь в нужный день, в нужное время, чтобы он оказался там, где он был нужен ему. И это не единственное, что там работало. Но пока я хочу, чтобы вы оставались сосредоточенными на этом. Итак, смотрите, вот идет караван. Подумайте об этом. И сказал Иуда, «Подчеркните это двойной линией, обведите в кружок, выделите это каким-то образом». Вы понимаете образы и тени? Вы понимаете, что нет образа и тени чего-то, если этого реально не существует? Вы знаете, кем был Иуда? Иисус пришел из колена Иудина. Это прививает нас с вами к этому колену. И когда вы видите Иуду, вы видите прообраз нас. «И сказал Иуда братьям своим». Разве они все не были семенем Авраама? Это благословение могло работать на Иуде точно так же, как оно работало на Иосифе. Оно могло работать и на Рувиме, и на всех них, и на их отце. Оно должно было на нем работать. Аминь. Семя Авраама. Каждый из них имел право на это благословение. Без меры. По завету. Имел на него право по завету. И заметьте. «И сказал Иуда, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его, мы не сделаем на этом никаких денег. Пойдем, продадим его измельтянам». И когда проходили купцы, медиамские и так далее, они вытащили Иосифа из рва, и мы знаем, что произошло с Иосифом. Рувим же пришел опять к рву. «И вот нет Иосифа в рве. И разодрало надежды свои». И прочитайте последний стих. «Модионитяне же продали его в Египет, Патифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей. Бог уже приготовил для него место, чтобы процветать. Он уже приготовил его, несмотря на весь этот раздор, несмотря на всю эту боль. Иосиф никогда не вел себя подло со своими братьями, никогда не боролся с ними, никогда не пытался сделать им что-то плохое. Я могу сказать вам из его слов, которые он сказал позже, я могу сказать вам, почему он был таким. Он сказал, «Как я могу идти наперекор моему Богу?» Он знал, что был благословлен, и он отказался идти вразрез с этим. Поэтому, очевидно, он был чему-то научен. Равно как и его братья. Но он прислушался, а они нет. И давайте перейдем к 38 главе. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, как здесь об этом говорится. «В то время». «В то время». Здесь описываются параллельно происходившие события. Были силы, работавшие там в одно и то же время и в одном и том же месте. В то время Иуда отошел от братьев своих. Он ушел оттуда. И поселился близ одного Адаламитянина, которому имя Хира. И увидел там Иуда, дочь одного хананьянина, которому имя Шуа. «И взял ее и вошел к ней. Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир. И зачала опять и родила сына, и нарекла ему имя Анан. И еще родила сына, и нарекла ему имя Шела». И так далее. «И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей Фомарь». Ир, первенец Иудин, был неугоден перед очами Господа. Что здесь происходит? Когда Иуда сделал выбор, он выбрал не верить Слову Божьему и пророку этого слова, которым был его брат. Он выбрал не делать этого. Вместо благословения он выбрал проклятие. Вместо жизни он выбрал смерть. И он сразу же ушел оттуда под влиянием этого. И теперь это влияло на его разум. Влияло на его глаза. Подталкивало его еще больше соединяться с теми местами, в которых ему вообще не следовало быть. Он прекрасно знал, что ему не следовало быть среди хананеев. Он прекрасно знал, что не нужно этого делать. Но почему он все-таки это сделал? Почему его было так легко обмануть? Он находился под влиянием. Что-то управляло его разумом. Управляло тем, как он все видел. Что-то управляло образом его мышления и его решениями. Почему? Он ходил в проклятии. Он ходил в нем. Оно проявлялось. Я хотел, чтобы вы увидели здесь, что оно начало проявляться на нем сразу же, как только он отошел от своих братьев. Оно начало работать в нем в тот день. Благословение работало в Иосифе, а в Иуде работало проклятие. И каждый из них мог иметь проклятие. И каждый из них мог иметь благословение. Мох предложил им обоим благословение и проклятие. И один из них выбрал быть благословленным, несмотря на весь тот ад, который они ему устроили. Аминь. Вы это видите. И дальше становится только хуже. У него рождается нечестивый сын. Этот парень должен был быть последовательно плохим. Богу пришлось остановить его. В нем проявлялось что-то нечестивое. Богу пришлось остановить его. И сказал Иуда Анану, «Войди к жене брата твоего». Видите? Иуда пытается как-то навести порядок в этой неразберихе. Но все становится только хуже, хуже и хуже. Дальше он имеет дело с Фомарио. Со своей невесткой. Своей овдовевшей невесткой. И она интриганка. И ей что-то от него нужно. И знаете, какая к ней сразу пришла мысль о том, как она сможет уловить его? Почему она об этом подумала? «Оденься как блудница, и ты сможешь его получить». Именно это она и сделала. Она пошла, оделась как блудница, и Иуда не смог мимо нее пройти. Почитайте его послужной список, и вы поймете, почему она решила так сделать. По той или иной причине, это кусающийся в ответ брата-ненавистник, этот сеятель раздора между братьями, не мог пройти мимо блудницы на улице. Почитайте книгу притчи, и посмотрите, что происходит, когда вы соединяете себя. Это разрушитель благословения. Вы видите, каким путем он шел? Это не плохой человек. Это человек, который сделал плохой выбор. И это работало в его жизни, работало день и ночь. И он никак не мог все это наладить. Чем дальше, тем становилось все хуже. У него были плохие дети. Но дело в том, что царила вся эта неразбериха, а он так и не мог пройти мимо блудницы на улице. Пройти мимо. Ты посмотри. Ты посмотри. И вдруг, знаете... Я наблюдатель. Я наблюдаю за какими-то вещами. Я наблюдаю за людьми. Я нахожу людей в Слове Божьем. И я видел это. Я насмотрелся на это. Я видел это из года в год. Из года в год. Я видел это в прошлом. Проповедников и служителей, которые воюют с другими проповедниками. Подают на них в суд. Разоряют их. Забирают у них их собственность. В конце концов, это жалкая группа людей. В любом случае, никто иный, как группа бесов. Когда в конце 40-х годов брат Робертс приехал в Форт-Уорд, здесь был один проповедник. У него было большое и сильное служение. Он был одним из наиболее влиятельных людей в Соединенных Штатах в то время. И был другой человек, который вращался в тех же кругах. И он не был таким же сильным, как тот. Но у него здесь, в городе, была сильная, живая, растущая церковь. И сюда приехал брат Робертс. И было объявлено, что они устанавливают большую палатку здесь. В Фарингтон-Филд. И этот проповедник вел радиопередачу. И они купили дополнительное время на радио, чтобы выступить и сказать всем. В наш город приехал дьявол. Сегодня нет такого понятия, как чудеса. Сегодня нет такого понятия, как исцеление. И они нацелились выжить брата Робертса из города. И что произошло? Они развернули такую рекламную кампанию, что вы даже близко не могли подойти к той палатке. Там были люди, которые собирались вокруг той палатки. И собрания продолжались целую неделю. И к концу недели так много людей приняло спасение. На следующей неделе сотни людей приняли спасение. Понимаете? Орл Робертс не позволил этому нисколько его беспокоить. Он не обращал на это никакого внимания. Он никак на это не отвечал. Он просто проводил собрания еще одну неделю. И буквально через несколько дней того второго человека застали в гостиничном номере с... Вы догадались. С неправильной женщиной. Он потерял свою церковь. Это полностью разрушило его служение. На протяжении нескольких лет он пытался проповедовать в маленькой церкви, которая мало что из себя представляла. А затем рядом с его церковью родилась прекрасная, полноевангельская церковь, которая в конечном итоге поглотила его маленькую церковь и двинулась дальше. А тот первый человек... Он просто сошел с ума и бродил вокруг здания церкви. И он не мог зайти в него до тех пор, пока кто-нибудь не брал и не заводил его внутрь. Это не воля Божья. Это не воля Божья. Это то, что происходило с Иудой. Он наш прообраз. Что ж, он не остался таким. Иисус родился из колена Иудина. Аллилуйя. Кто-то должен воздать сейчас Господу хвалу. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Можете садиться, если можете. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. О, слава Богу. Слава имени Господа. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Отец, во имя Господа Иисуса Христа. Мы приходим сегодня перед Твоим словом с ожиданием в нашем духе. Особенно я. Спасибо тебе. Я отдаю себя в руки Духа Святого, главного Учителя, чтобы помазание донесло это послание точно, понятно, и как ты дал его мне и развил его во мне. И я воздаю тебе хвалу и честь за каждое сказанное слово и за каждое совершенное дело. Спасибо тебе за это, Господь. Оно является таким огромным в моем духе. Помоги мне высвободить его так, чтобы оно могло сделать для других то, что оно сделало для меня, для моей семьи и для нашей жизни. Спасибо. Спасибо тебе во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Сегодня Господь сказал мне поделиться с вами действительно ключевым вопросом. Основным, центральным посланием. И это будет работать в жизни любого. Бог нелицеприятен. Когда я впервые это понял, я был студентом в университете Орла Робертса. И я впервые мельком это увидел. Всего лишь мельком это увидел. И вы должны понимать, мы с горею. Боже мой. Тогда наш доход за предыдущий год был намного ниже уровня прожиточного минимума в Соединенных Штатах. Намного ниже. Плюс у нас были большие долги. Мы уже об этом рассказывали. Я находился под таким сильным влиянием неудачи и поражения. Оно ездило на мне. Как будто на мне было седло. Оно постоянно было в мое мышление. Я был просто обремененным. Казалось, что я провалил все. Знаете, когда я поступил в университет Торрел Робертса, первый день занятия был первым днем, когда я в своей взрослой жизни находился в воле Божьей. Конечно, все было полной неразберихой. У меня был такой комплекс неудачника, потому что я был неудачником. Я потерпел неудачу во всем, что пытался делать. Аминь. Но это изменилось. И вот это было тем, что оказало на меня такое большое влияние. И оно практически мгновенно это изменило. Я помню тот день, когда я впервые мельком это увидел, как я уже сказал. И я подумал, «Боже мой, неужели? Неужели это правда?» Я никогда не слышал, чтобы кто-либо, что-либо об этом говорил. Но прошли буквально какие-то часы. Я буквально несколько дней поразмышлял над тем, чем я собираюсь сегодня с вами поделиться. И в своем сознании, в своем разуме, во всем своем существе я перешел от загнанного неудачника в своем собственном сознании. Я видел себя намного более плохим, чем я на самом деле был. Я был достаточно плохим. Но то, как я видел это, это было еще хуже. Я был похож на человека, который пошел к врачу с комплексом неполноценности. Ему говорят, «У вас нет никакого комплекса. Вы на самом деле неполноценны». И именно так до меня это и дошло. У тебя нет комплекса неудачника. Ты на самом деле неудачник. Знаете, единственное, что я сделал... На тот момент я сделал в своей жизни две вещи, которые действительно были выдающимися. Первое. Я женился на Глории Нис. Это была первая вещь, которую я сделал правильно. И вторая, я сделал Иисуса Господа моей жизни. Соедините две эти вещи вместе, и это меня очень подстегнуло. Я двигался в правильном направлении. Но когда я ухватился за это, оно изменило мое мышление, перестроив его с поражения на успех. Когда я впервые это увидел, это изменило все мое отношение. Я знал, что я знал, что я знал. Что я знал. Это не было чем-то, во что я просто верил. Я знал, что я знал то, что я знал. Я знал, что я уже был весьма, весьма богатым человеком. Это было лишь делом времени, чтобы это пустило корни и проявилось в моей жизни. У нас не было достаточно денег. У меня не было достаточно денег, чтобы купить и бензин, и еду, когда мы впервые всей семьей с детьми поехали проповедовать в Оклахома-Сити. Я потратил все деньги на бензин. Это настолько всецело поглотило меня. И я хочу вам это сегодня показать. Господь разрешил мне. Я изучал это. Постоянно. Последовательно. Это было ключевым вопросом в моем изучении. Это заняло значительную часть времени моей молитвы и прославления, проведенного с Господом. И вы слышали, как мой отец в этом видеоролике рассказывал о том времени, когда я бродил вдоль реки, там, в Арканзасе. И это было значительной частью того, на чем я тогда размышлял. Итак, давайте еще раз вернемся к первой главе Евангелия от Иоанна. Мы прочитаем наше базовое местописание, которое мы читали на каждом моем служении на этой неделе. Первый стих. Евангелие от Иоанна, первая глава, первый стих. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно, скажите это, оно, оно было в начале у Бога. Все. Скажите это. Все. Потяните немного это слово «все». «Пусть это отложится в вашем разуме». Все. Все через Него начало быть. Него. Кого? Бога. Слово Божье. Аллилуйя. И без Него, без Бога, или без Слова Божьего, ничто не начало быть, что начало быть. В Нем, в Боге, в Слове, была жизнь. И жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 14 стих. «И Слово стало плотью и обитало с нами». Обратите внимание. Слово стало. Слово стало. Мы используем слово «стало», и его тоже можно употреблять, но это слово не передает всего значения. Что-то стало плотью, сделалось. и обитало с нами. Откройте вместе со мной третью главу послания Галатам. И давайте кое-что здесь отметим. И положим это сверху этого откровения. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно. Я хочу положить это сверху этого. Понимаете, я уже тогда мельком увидел, что я был богатым во Христе Иисусе. что я был новым творением. Древнее прошло. Этого синдрома неудачника больше не было. Всей этой нищеты больше не было. Всего этого проклятия больше не было. Этого тогда уже больше не было. Но, глядя на меня, вы бы этого не сказали. Я по-прежнему ездил на своей старой добитой машине. И к тому времени, как я охватился за это, я сбросил порядка 25 килограмм. И у меня всего был один костюм. И один человек снова, снова, снова ушивал мне этот костюм, и когда я в очередной раз принес его ему, он, усмехнувшись, сказал, «Я не думаю, что смогу в очередной раз его ушить». Я спросил, «Что?» Он сказал, «Я не думаю, что смогу в очередной раз ушить эти брюки». Я спросил, «Почему?» Он ответил, «Иначе у вас сзади будет один большой карман». То есть, все менялось, понимаете? Это то, что происходило со мной. И это то, что я хочу донести сегодня до вас. Я не становился богаче, я уже был богатым. Я мельком увидел тот факт, что все, в чем я когда-либо нуждался, чего мне и не снилось. Все, что мне когда-либо понадобится в моем служении, все, что мне когда-либо понадобится в моей семье, здания, машины, самолеты, оборудование, деньги, что бы там ни было, мне сравненно больше всего, во что у меня хватало смелости верить, больше всего, чего я мог упросить или о чем помыслить, я наконец-то нашел это в послании к Ефесянам. Все это уже было приготовлено для меня еще до того, как Бог призвал меня в это служение. Да. Писание говорит о вашем небесном счете. Он есть. Это уже было приготовлено. Итак, слово стало плотью и обитало с нами. Слово было в процессе переноса этого, всего этого, здоровья, в котором я нуждался, умственных изменений, в которых я нуждался, всего этого, не только для меня, но и в моей семье. Оно было в процессе переноса этого в этот мир. Оно брало это оттуда и проявляло все это здесь. Понимаете? я нуждался в здоровье в моем теле. Мое тело не было здоровым. Я нуждался в лучшем здоровье. Я его получил. Я нуждался в деньгах. Я их получил. Я получил все, в чем я когда-либо нуждался, но это все уже было там. И именно на этом переносе, переходе, люди и останавливаются. даже после того, как они узнают об этом. А как вы обналичиваете чек? И заметьте здесь в третьей главе послания к Галатам, как я уже сказал, давайте положим это поверх, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Это слово Божье. Тринадцатый стих. Христос, помазанный через свое помазание, искупил нас от клятвы или проклятия закона, сделавшись. Вот небольшой глазок, через который мы можем заглянуть в сокровищницу Бога. Сделавшись за нас клятвы или проклятием, что сделало его проклятием. Слово Божье. Бог сказал это. И это слово, Иисус верой принял это слово. Как мы с вами должны верой принимать исцеление, так Он принял то, что было сделано грехом за нас. Он принял немощи и болезни. Он был сделан грехом. Он был сделан проклятием за нас. Как? Он взял то, что говорило об этом Слово Божье в Ветхом Завете. Оно все там есть. Там есть каждое это слово. Он взял эти слова. И Он верой принял все это в себя и на себя. Он взял вашу неправедность. Он взял ваш грех. Он взял ваши немощи, ваши болезни. И Он закрыл это дело, приняв этот крест и его наказание. Но самым важным было не то, когда Он говорил, «О, Боже, доминует меня чаша сия». Самым важным было не это. важным было то, что Иисус был отделен от своего Отца и должен был сойти в ад и заплатить эту цену. Еще никто, сходивши туда, не выходил оттуда. И Он должен был иметь веру в Слово Живого Бога, что когда Он туда попадет, Слово Божье выведет его оттуда. Аминь. Это шаг веры. Он должен был быть сделан грехом. Он должен был быть сделан проклятием. Как это произошло? Он нашел это в Слове Божьем. И Он высвободил это. Он исповедовал это своими устами. Почему? Вы читали местописания, где Он сам исповедовал это? Он говорил ученикам, что ему придется сделать. Он не просто кому-то это говорил. Он исповедовал это. Принимал это. И позволял Слову Божьему делать свою работу. Не только в проклятии. Но что? Посмотрите. Он искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием. Ибо написано Вы видите, откуда Он это взял? Ибо написано проклят всяк висящий на древе, дабы благословение Авраамова распространилось на язычников через Христа Иисуса, через Иисуса и Его помазания, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Вот снова весь этот процесс. Слово сделало плотью. Слово сделало грехом. Слово сделало проклятием. Слово сделало вас благословением и семенем Авраама. Вы это понимаете? Это действие Слова Божьего. Это действие Слова Божьего. Принимайте веры. И вы читаете об этом здесь, в 29 стихе. Посмотрите. Галатам 3, 29. Если же вы Христовы, если вы принадлежите Ему, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. это Слово является документом, подтверждающим ваше право на наследство, на это состояние. Говорю вам, оно настолько огромное, люди не могут его подсчитать. На земле нет такого компьютера, который смог бы обработать столько цифр. Вы это понимаете? Что ж, это тот же самый процесс. Оно проявится в вашей жизни, только тогда, когда Слово Божье сделает это. Понимаете? Это творческое, созидающее Слово. Оно началось с «Свет будь!» и стал Свет. Это созидающее Слово. В нем есть созидающие силы и помазание Божье. Самыми первыми словами, которые Бог сказал человеку были «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю его славой, этим Эдемским садом». Это великолепие, которое он высвободил здесь. Он высвободил его в своем слове. А если бы Адам сделал то, что Бог предназначил ему делать? Это слово сделало бы его славным. Вы это видите? Это слово сделало бы так, что Эдемский сад начал расширяться. Это слово сделало бы его детей и потомков по подобию и славе Бога Всемогущего. «Именно поэтому он и высвободил его здесь. Слово должно было делать это. Слово так бы все и сделало. Это слово, главное благословение, главное благословение, которое стало благословением Авраама, имело одну цель, одно желание от Бога. Оно было высвождено для того, чтобы позволить Эдемскому саду расширяться и расширяться. И здесь, в Слове Божьем, нам даны географические границы этого сада. В общем, эта территория известна нам как Ирак. Мы знаем границы Эдемского сада, реки, протекавшие там. Мы знаем, каким большим был Эдемский сад. Он был большим для сада, предназначенного для одного человека. Он был огромным, но он не покрывал всю планету. И вы можете заметить, какой была остальная часть земли, когда Адаму пришлось уйти из этого сада. Она была невозделанной. Но Бог планировал, чтобы Адам с верой в эти слова плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, наполняйте ее славой и позвольте этому слову стать. Стать. Позвольте этому слову расширять и расширять этот сад. его семья становилась бы все больше, и Эдемский сад бы расширялся, и птицы были бы благословлены, и рыба была бы благословлена, и все, что жила, все, что дышала, летала, ползала, ходила, плавала, все это было бы благословлено самим состраданием Божьим. и его жизнь, и его любовь проявлялись бы в океанах, в небе, повсюду, до тех пор, пока бы этот сад не покрыл всю эту планету, и эта маленькая планета не стала бы садом Вселенной. И тогда бы наш небесный отец спустился бы сюда и сказал, видишь, все эти остальные планеты, да, ты уже почти закончил трудиться над этой планетой, да, давай перейдем к звездам. Именно поэтому у человека в сердце есть желание лететь к ним. Но Бог не предназначил, что вы носили один из этих скафандров. Нет, он планировал, что вы отправитесь туда в его снаряжение. Вы когда-нибудь читали о его колеснице? Гленн, я договорился с Господом, что он разрешит мне хотя бы раз полетать на ней. Аминь, аминь. Мы с тобой полетаем на ней вместе, хорошо? Библия говорит, что она быстра, как молния от востока до запада, и она называет ее колесницей Бога. И он ездит на ней на небесах. Это скорость света. Я думал, что мой самолет Citation 10 был быстрым. Да, но он движется задним ходом по сравнению с той колесницей, которая есть у Бога. Боже мой, вы можете себе представить, как она набирает скорость? Я не хочу сейчас в это углубляться, но я зарезервировал себе поездку на ней. Я полетаю на ней. Аминь. Мне там тоже кое-что принадлежит. Это принадлежит моему отцу. Я могу взять машину моего отца в любое время, когда захочу. Я не просто веселю или забавляю вас. Я говорю это совершенно серьезно. Все, что принадлежит моему отцу, является моим. О, ну, брат Коплот, мы просто такие недостойные. Замолчите. Вы еще не устали от этого? Вы видели сегодня на этой сцене всех этих девочек и ту любовь, которая царит в нашей семье? О, они уже все взрослые женщины, я это знаю, но для меня они по-прежнему маленькие девочки, понимаете? Я просто так их люблю. И моих внуков, всю семью. Вы можете себе представить, чтобы одна из них подошла ко мне. Вот я сижу в своем кресле. Я сижу там, наслаждаюсь послеобеденным временем. Что бы я ни делал. Вокруг так хорошо и красиво. И у меня в кармане лежит этот отличный, большой и полезный энергетический батончик. И я подумываю о том, чтобы в ближайшее время съесть его. И тут одна из этих девочек входит на коленях и говорит, дедушка, 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 о, я знаю, что я такая недостойная. Но не соблаговолишь ли ты в твоей великой мудрости и благожелательности? Не соблаговолишь ли ты дать мне хотя бы обертку от этого батончика? О, я слишком недостойна, чтобы получить сам батончик. О, возможно, к этому батончику прикасался сам Иисус. Какой это должен быть испорченный дедушка? Нет, убирайся от меня, недостойная девчонка. Пойди и приведи к Господу еще 750 человек и, может быть, я дам тебе батончик. Иди. Нет. В нашем доме такого не было. Никогда. Они просто вбегают. Они по-прежнему такие, слава Богу. Келли по-прежнему такая и половина этих детей. Это ее. Я просто могу видеть, как они вбегают, запрыгивают ко мне на колени и говорят, «Эй, дедушка, что это у тебя там в кармане?» Аминь. Да, все, что мне достанется, это обертка. Аминь. И вы думаете, это раздражает меня? Нет. Есть родители по всему миру, которые мечтают о том, чтобы их дети сделали то же самое. Аминь. Таков ваш небесный отец. Да. Несомненно. И чем быстрее мы обратимся к этому слову и позволим этому слову встроить это в наше сознание, тем быстрее Слово Божье сможет начать изменять все и формировать и формировать ваше окружение, чтобы благословение Авраама могло проявляться в вас и вокруг вас во всем, что вы делаете, будь вы в бизнесе, в служении, что бы вы ни делали, это должно работать в вашей жизни в и вокруг вашей семьи постоянно. Знаете, вера начинается там, где известна воля Божья. Ну, знаете, я просто не знаю, должны ли мы процветать, или, может быть, они должны процветать, а я нет. Вам действительно нужно избавиться от такого рода мышления. И без Слова Божьего вы не сможете этого сделать. Но Библия говорит во втором послании к Оримфинам, слава Богу, в девятой главе, фактически она рисует вам библейскую картину процветающего верующего. «Чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, слава Богу, могли продолжать быть щедрыми на всякое доброе дело, слава Богу». И вам нужно это понять. Мы должны процветать на уровне духа, души и тела. Иисус совершил для нас все эти удивительные вещи. Он сказал, «Я пришел для того, чтобы вы могли иметь жизнь Божью и иметь ее с избытком, пока она не будет переливаться через край». И Глория учила нас о том, что процветающая душа — это ключ к процветающей жизни. Слава Богу! Вам действительно нужно ухватиться за эти истины и снова, и снова, и снова вкладывать их в свои уши, в свои уста, в свой дух. Это время полноты благословения. Послание к римлянам 15.29. Это время благословения без меры. Божье процветание во всех сферах доступно. Аллилуйя! И вы стоите в комнате благословения. Поэтому вам нужно пребывать жить в ней. Это означает прогуливаться по ней, как будто она ваша. Потому что она ваша. Спасибо тебе, отец, за то, что ты благословляешь моих партнеров и всех наших телезрителей. Слава Богу! Миллион партнеров! Ты это сказал. Мы верим, и мы принимаем это. Если вы хотите получить дополнительную информацию о нашем служении, а также заказать наши книги, то напишите нам по адресу, который вы видите на экране. До следующей встречи. Помните, Иисус Господь!